Итак, дорогие друзья, в этом уроке мы будем изучать очень интересный инструмент Qualifier. В основном этот инструмент используется в вторичной коррекции, то есть после того, как в первой ноде мы исправляем баланс цветов, то есть RGB и контрастность, используется вот Qualifier. Давайте изучим этот инструмент. Инструмент сам состоит из трех частей, то есть его можно использовать в трех алгоритмах – HSL, HSL, RGB и Luminase. Эти вот наборы можно вот отсюда выбирать, нажимая на эти желтые кнопки. Вот здесь вот первая часть HSL у нас. Здесь на первом блоке у нас находится Tone, на втором Saturation, то есть насыщенность, на третьем Lumination, то есть яркость. Как работает этот инструмент? Допустим, вы хотите брать какой-нибудь цвет и работать конкретно над этим цветом. Ну, давайте сперва этот наш первичный нод, делаем первичную коррекцию, открываем Show Scopes. Как делать первичную коррекцию? Мы уже проходили на предыдущих уроках, смотрим на виктороскоп. Немножко поднимаем, немножко темные части, и немножко, по-моему, исправлять надо вот этот регион. Давайте по-быстрому я сделаю через RGB микшер. подниму его и немножко спущу красный. По-моему, сейчас вот, по-моему, нейтральный у нас получился цвет. И давайте еще средние тона немножечко поднимем вот так и немножко убавим черные тона. но, по-моему, здесь в черных тонах у нас еще раз понадобится через RGB использовать. Так. Я думаю, что все-таки давайте лифтинги уберем. Классные тона. Ну, допустим, мы сделали первичную коррекцию. Давайте создадим какую-нибудь еще ноду. Следующую. Нажимаем Alt-S. И вот здесь берем нормальный какой-нибудь подходящий вот видео. И вот, беря вот или отсюда квалифир, пипетку, нажимаем, чтобы действительно была эта кнопка нажата должна быть. И нажимаем вот на цвет. И вот автоматом у нас выбирается цвет, который мы хотели. То есть, красный цвет. Для того, чтобы разные модификации видите на Viewer, вот нажимаете на эту кнопку вот здесь. И же инвертирование. То есть, когда мы нажимаем эту кнопку, он вот эти части показывает маской. Или можно вот... Я обычно работаю в этом режиме. Или же нажимается на кнопку Shift-H. Shift-H. Или же вот отсюда тоже можно посмотреть. Highlight, Shift-H. Или же можно нажимать Highlight, Alt-Shift-H. Вот такой вариант. Тогда вы увидите маску. Еще раз нажимаем. Показываю еще раз отсюда. Еще раз. Alt-Shift-H. Ну, я обычно выбираю Shift-H. Потому что, чтобы увидеть здесь цвета. Если недостающиеся пиксели, можно добавить еще цвет, нажимая вот на эту кнопку, пипетка плюс. Вот. То есть, добавляем цвета. Какие-то, если цвета вам не нравятся, можно их убавлять. Давайте немножко сделаю большой вивер, чтобы вам было удобно. Так, еще раз уберем цвет. Добавляем пикселя. На минус пипетки можно убрать те цвета, которые вам не нравятся, например. Добавлять еще раз можно при помощи кнопки. А вот эти кнопки Softness и минус они смягчают, вот делают блюр в пикселях и убирают блюрность. Давайте еще раз добавим цвета. Я хочу, чтобы добавились эти цвета. Вот так. Так. Регулировать еще цветность можно при помощи тонов. Это центр, то есть передвигая его влево-право мы выбираем регион этого цвета. Например, вот у нас сейчас красный цвет. Мы двигаем и когда немножко граница уже пропадает на желтый цвет, автоматом в эту границу попадает цвет кожи. Из-за этого немножко вернемся назад. Вот так. Ширину регулируем отсюда диапазона. Можно вернуться еще назад, чтобы цвет кожи в этот регион не попал. Немножко еще раз вернемся вот сюда. Вот так идеальный вариант. Softness, то есть плавный переход между регионами, границами. Давайте уберем на ноль. а эта кнопка сумметрии, это когда делаем softness, можно с ним регулировать его как график. Поднимается, убирается. Давайте все по ноль ставлю. Второй у нас идет saturation. Вот то есть по насыщенности пикселей можно регулировать. То есть вот смотрите убираем loss, то есть эта часть где были ненасыщенные пикселя, они убираются автоматом. Можно конкретно именно этот цвет оставить. Регулируя эти настройки можно тоже достичь подобающих результатов. Lumination это для яркости, то есть яркости пикселя можно регулировать график. Вот. То есть он убирает яркие пикселя. Вот видите здесь. Или можно наоборот. Темные можно участка убрать. Вот. темные пикселя убирает. Давайте еще немножко что весь диапазон и highlight я добавлю. Здесь тоже можно регулировать их softness. если вы хотите что выбранных регионах немножко добавить blur блюрности вот добавляйте вот так и вот замыленным получается пикселя при помощи ratio регулируйте их уровень блюрности давайте еще немножко его поближе сделаю вот так давайте рейсерд сделаем опять когда блур делается получается вот такой вариант а это уровень этого блура то есть рацию так уберу shrink это как будто диапазон как бы вам объяснить в общем диапазон границ пикселя который вы выбрали то есть вот можно его прибавить то есть сколько вы пиксели этого цвета но offset убирает пикселя так опять бросаем ноль так квалифер в основном мы будем использовать для коррекции цветов цветов некоторых слоев например вот как видно из футажа мы выбрали вот этот цвет и хотим хотим его менять например ну давайте сделаем его насыщенным например вот он стал насыщенным но имейте ввиду для того что вот конкретно квалифер работал очень хорошо надо первичную коррекцию делать если я вот отключу эту коррекцию вот здесь немножко у нас уже появляется вот видите проблемы потому что когда мы добавляем контрастность то мы высветляем пикселя и первоначально коррекцию всегда мы должны делать чтобы квалифер очень хорошо работал вот нажимаем вот видите разницу когда нода первая отключается вот квалифер не очень хорошо работает из-за этого всегда я советую делать первичную коррекцию потом уже использовать этот инструмент вот так можно здесь конечно насыщенность добавить цвет менять например немножко ну все что хотите с этим регионом цвета делать отбросаем и еще одна фишка здесь есть например вот нажимаю на эту ноду можно сделать add outside ноду то есть автоматом добавляется нода который вычисляет как будто инвертирует этот цвет то дополнительно добавляется эта нода вот здесь давайте например сделаем синий цвет и посмотрим немножко контрастности здесь добавляем еще добавим alt с alt с какой-то нод и вот получили вот такой результат то есть у нас здесь на втором ноде у нас через квалифир мы добавили насыщенность красного цвета здесь через outside вот ноды то есть выбрали все другие цвета как маска и добавили здесь синий цвет а здесь добавили новую ноду чтобы увидеть весь материал в готовом варианте есть еще другой вариант того же процесса давайте это все удалим можно еще другой вариант создать вот отсюда параллельные ноды создаем alt зачем это нам понадобится это нам понадобится для того чтобы по слоям то есть здесь вот на этом слое мы выберем еще раз квалифир например стену выбираем здесь квалифир пипетку нажимаем вот сюда здесь не активно надо активировать пипетку и вот мы выбрали этот цвет стену я хочу чтобы красить эту стену опять начинаем регулировать сейчас и вот примерно вот так убирая цвета например так и вот отсюда можно еще регулировать насыщенность давайте еще добавим вот цветов по луме тоже можно вот вот когда я добавляю луму высвеченные здесь объекты пропадают маской то есть остается только стена немножко добавлю блуд место и вот где-то вот такой вот вариант сейчас еще попробуем немножко побольше сделать и давайте вот сюда добавим вот синий цвет надо было еще немножко эти вот убрать сейчас попробуем давайте сюда еще добавим один ноду alt s не сюда то есть надо после параллельной ноды и вот нажмем на него и посмотрим вот видите эту часть по слоям то есть я здесь вот именно в этих частях добавил синий цвет и давайте еще сатуре добавим и посмотрим вот естественно на ветер местах немножко погрешности есть но я просто общий принцип вам показал то есть мы могли бы еще создать одну ноду еще параллельную вот здесь давайте создадим параллельная нода и вот здесь еще дополнительно можно было бы лицо кожу дополнительно обрабатывать то есть по трем слоям первый слой у нас обрабатывался вот красная майка маечка девочки во втором слое у нас параллельной ноды обрабатывался стена а здесь можно было вот например выбрать вот выбираем здесь и конечно же здесь можно еще обработать кожу человека дополнительно сейчас вот пусть будет так например немножко добавим и добавить например немножко красноты и сатуре еще допустим и посмотрим вот видите сатуре еще добавлен вот такой получился у нас по слоям грейдинг то есть цветокоррекция в основном это используется во вторичной коррекции это все я использовал здесь параллельные ноды то есть они по отдельности все грейдились цветокоррекцию я делал потом смягчированные вот вот эти три видите кнопки здесь точки они поступают в эту параллельную ноду оттуда уже вышел на отдельную ноду ну конечно же в отдельную ноду можно общий баланс исправить те же самые функции давайте еще на этом посмотрим футажи шоу скоп давайте исправим сперва красность хотя бы нормально сделаем первоначально немножко вот здесь у меня синий цвет немножко давайте поднимем его немножко нет вот чтобы у нас был нормально да создаем вторую ноду alt s берем пипетку я хочу чтобы выделить например вот верхнюю часть то есть сюда но я хочу чтобы выделить когда я выделяю вот этот участок белый у меня выделяется вот нижняя часть то есть вода тоже эти часть я хочу чтобы только было небо из-за этого нам придется регулировать опять же вот здесь давайте наоборот не лоу наоборот по-моему хайлайты здесь регулировать сейчас попробуем а вот на люме мы просто на яркости убираем вот лоу то есть эти части мы убрали можно даже вот нажимая shift alt h посмотреть вот это черные части у нас непрозрачные а это вот у нас маска то есть мы выделяем верхнюю часть еще раз нажимаем shift alt h и нажимаем shift h просто видишь что мы выделяем в принципе так сейчас в данный момент у нас выбрано небо добавляем туда вот например синий цвет вот небо наше стало синим потом нажимаем на правую кнопку мышки и сделаем add outside note то есть он выбирает как инвертирование небо выбирает остальную часть но там тоже можем исправлять что хотим делать например я добавляю saturation могу контрастность убрать и еще добавляем один ноду alt s и вот конечный результат можно посмотреть в таком плане да ну здесь вот некоторые погрешности есть конечно же вот это исправляется отсюда нужно просто вот немножечко его двигать туда сюда давайте еще раз посмотрим но приблизительно я исправил те же самую процедуру мы могли бы еще сделать вот по я сказал параллельным нодам то есть выбрав небо здесь в этом ноде а здесь например выбрать еще раз какой-нибудь цвет вот зеленый давайте выберем вот выделяется зеленый цвет тоже регулируя ее вот можно было бы давайте попробуем сейчас вот я выделил зеленый цвет и попробую на нем сейчас немножко еще добавить зеленого цвета еще побольше и сделать его более насыщенным да вот еще раз создаем одну ноду alt s и вот видно что у нас вот эти сектор стал зеленым то есть конкретно на каждом канале можно индивидуально работать добавить насыщенности и вот посмотреть результат можно было конечно кожу девушка отдельно делать это все то есть каждый из этих объектов можно вот параллельным нодам создать сколько хотите это не проблема вот alt p не здесь надо было здесь alt p нажимаете и очень много можно создавать слоя слои и вот параллельно работать вот самый главный основной плюс да винчи что вот можно вот этими нодами параллельными нодами работать то есть по слоям можно конкретные объекты цвета выделить и их обработать давайте еще возьмем какой-нибудь футаж и здесь в квалифиле есть еще один очень хороший фишка люма давайте сперва первично сделаем коррекцию добавляем контрастности просто и убавляем вот так еще немножко добавляем контрастности вот допустим так уберем вот здесь при помощи этих кнопок давай создаем создаем еще один ноду alt с нажимаем и вот здесь выбираем на ноде луму вот эту точку нажимаем или же вот отсюда и здесь сейчас вы увидите вот по луме то есть двигая лоу у нас остается в маске та часть которая очень много светится по люмине сюда выбираем его например сделаем немножко серфин так и давайте ее сделаем какого нибудь вот такого плана цвета сатурищина сделаем опять аут аут сад ноут а эту часть например сделаем ну вот такой вот пусть прекрасный просто объясняю просто alt s и вот конечный результат вот именно на засвеченные части у нас стали синими давайте еще вот эту часть я немножко хочу вот немножко делать вот такого плана тона и вот а эта часть стала например синим давайте насущенность уберем вот так немножко то есть это при помощи лумы можно именно светлые части обрабатывать кстати эти вещи вот можно еще давайте файл возьмем здесь есть хорошие прессы готовы можно пресс хрома лайт вот он именно сам автоматом берет эти цвета вот еще есть так анд лайт вот именно сам автоматом берет вот здесь лумина можно их тоже использовать давайте я сейчас ручной это все сделаю давайте первичную коррекцию сделаем сперва шоу скоб добавляем контраст немножко ну как видно у нас уже не достает синих цветов надо их поднять чтобы баланс был ровным допустим допустим красного немножко уберем и уберем немножко еще вот так и допустим да по балансу все нормально у нас и опять сейчас создадим alt с новую ноду выбираем его и здесь ставим луму давайте еще по луме выберем яркие участки вот передвигаем 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 вот то есть эти у нас яркие участки вот здесь и здесь и здесь сейчас я буду перекрашивать например в синий цвет а другие части вот эти при помощи от outside note я тоже немножко сделаю вот такого плана еще раз нажимаем alt и создаем новую ноду и вот у нас получится конечный результат то есть цвета мы можем по отдельности обработать даже добавить saturation убрать вот добавляю даже добавить очень насыщенные могу делать вот видно здесь а вот эти объекты outside note то есть то что остается без этих инвертированных маски можно еще вот давайте еще хотите вот я могу еще цветность там поднять и вот сделать красным например вот такого плана можно разные фишки делать исправлять при помощи квалифифера я думаю что на этом этот урок заканчивается тестируйте работайте очень интересный инструмент квалифифер я хочу сделать threatens вы у вы 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 Продолжение следует...